здравствуйте друзья у нас гости на канале и ну давайте начнем вот с того конца до представляете здравствуйте это яша я на 7 лет меня татьяна зовут меня дмитрий александра так а как это вы так две тани ты ну дело в том что мы вообще не знали как ее назвать совершенно поскольку она родилась 25 января это татьянин день так было бы странно если бы назвали как-то по-другому просковь а сейчас называют просковь имя? Камила это татарское имя? да скорее всего татарское а может и нет но не суть значит итак дмитрий у нас известен на нашем канале тем что он во первых смотрел но не молча смотрел как многие а он еще и комментарии оставлял правильно говорю вы под каким ником оставляли комментарии на вашем канале королев дмитрий не дмитрий королев или король или король или другой последовательности вот это дмитрий который все собирался собирался в америку и уже так поздравление принимал и говорит я вообще уже ничего не интересует мне теперь только вот доехать я помню так отъездное было настроение вы сколько уже приехали мы всего две недели это дмитрий привез вот эту вот фуражку из царской армии которая уже на многих была на нашем канале знатная фуражка ой ой да так подождите значит две недели какие подвиги вы совершили за две недели вряд ли это можно назвать подвигами достижения достижения новых мигрантов что это такое это жилье это документы это что-то другое счет банки открыли с тем же связано покупка машин и открытие счета в банке так что создать это потихонечку значит давайте про машину что вы такое приобрели мы с вашей подачи вы нам посоветовали обратиться к алексу у нас есть видео продал вы посоветовали порекомендовали обратиться к алексу и сан-матео вот компания bay motors и мы к нему приехали посмотрели выбор в общем небольшой на самом деле на площадке до на площадке он занимается в основном но не в основном а параллельно занимается вот аукционами конечно они все занимаются да и то что вот мы увидели максимально нам как это машины и понравилось и было действительно неплохая это лексус вот есть 330 лексус он не свет ну не нем не молодой машинка 2004 года вот но вполне себе очень замечательно нас возит сколько на есть жену сколько на проехала до 96 мая тысячи тысячи хорошо вы уже прям как американец говорите там сегодня про драйва по хайвею 200 майлов но хорошо значит ну как бы сказать вы из москвы да вот по московским понятиям такая машина сколько бы стоило до дороже дешевле ну я думаю что пятнашку она бы железную стоил вот и тут уж зависимости от состояния я как с машинами был связан довольно плотно вот в россии но временами и конечно такая мы отдали все вместе со страховкой где-то за нее в итоге здесь до 9 800 вместе с налогом пошли на там сбора да 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 все это вошло вошло вместе со страховкой двусторонний вот что вы сказали что это дороговато и тоже посоветовали милую женщину и сан-франциско но вы перестраховались уже нет еще нет мы бы мы подумали что первый месяц пусть больше денег же не меньше правильно вот а что они да в этом случае должны отдать нам эти деньги они вам отдадут эти деньги конечно вас застрахует с того числа и все на раз одним числом прикроет на тот день и все то есть они оставят деньги за то время как мы были застрахованы а остатоке суммы в любом варианте это может произойти но просто даже с агентом поговорить ну это уже так такое дело да значит ну что же хорошо машинку это седан то да это седан кожаный бежевый салон машина сама такого цвета брызги шампанского вах но я же вас что говорит по поводу машины брызги шампанского ему пусть яша пусть яша яша что там машинка ничего да ну ладно в москве на чем ездили на митсубиси во взгляд митсубиси или митсубиси вы знаете митсубиси страшно режет ухо говорят очень редко митсубиси в основном митсубиси говорят и как суси но мы говорим суши да суши говорим и сашими но у японского его в японской речи нет звука ш и они говорят суси сосими митсубиси вот у нас японистка есть как говорят средний звук между ше и сэ он похож больше на спасибо дедушка значит с машинами мы разобрались квартиру вы сняли дачу вас две школьницы два школьных нет один школьник и одна школьница у нас на самом деле у нас на самом деле две школьницы и один школьник будущий а вот но так сказать в то же самое время вот саша она с нами еще побудет чуть чуть поменьше месяца и поедет продолжать учиться в израиле но цель какая она закончит в израиле школу лишь что девочек пока что цель закончить школу то есть я уехала по программе для евреев закончить обучение я смотрю вас тут макиндове то папы крестик не правоверный еврей так сложилось но бывает хорошо значит так закончите школу и чего дальше пока не знаю дорога я иду в армию и теряю карту либо я уезжаю а нельзя так чтобы и в армии из гаенкарты мы постараемся но я боюсь что законы соединенных штатов они как-то вот ограничивают такие вот вольности граждан которые хотят одним задом если бы она была гражданка сша не было бы проблем это понятно ну вот пять лет то как же в армии пять лет нет граждан после ну может граждан получить потом в армию но план какой жить потом в израиле или лежит здесь это уж сложно сказать то есть а пока я знаю что заканчиваю школу израильское гражданство ну хорошо то есть ей надо будет получить какое-то разрешение на временное отсутствие да или как рендер пермит какой-то понятно хорошо вы можете здесь вам покупает автоматы тут ну хорошо ладно значит квартира давайте про квартиру началась два школьника третий школьник у вас такой удаленный удаленный удален мне уже школы есть хорошо и так два школьника вы такой месте где лос-алтовские школы хорошие значит что вы сняли почем так коротенько и меня больше интересует какие мучения выпали на вашу долю при съеме жилья вы знаете мучений не могу сказать что мы сильно мучились но ситуация была неоднозначная и эту ситуацию не знали даже вы вот анна анна сотрудничество да нет она вот ваша она которая и на канале у него замечательные дети две девочки работает и она даже сказал про свои апартаменты посоветовал сказал что там вроде что-то сдается вот и на вопрос сколько же стоит 2 бедромный 2 бафромный апартамент сказал 2 800 и мы пошли туда с полной уверенностью что это правильный прайс да и мы говорили с милой женщиной зная что это правильный прайс а потом с удивлением обнаружили на бумагах с этим апартаментом цену в 3200 и когда я у нее спросил она сказала что нет эту цена давно я говорю и на что на прошлой неделе на прошлой неделе ну а как ну вот говорит весь июль такая цена я говорю а в июне было 2 800 да то есть вот цены взлетели буквально совсем недавно взлетели как за месяц на 400 долларов это ощутимо но вы в итоге нашли за меньше мы в итоге нашли за меньше да нам действительно повезло это очень хорошее место очень может быть там какие-то есть еще подводные но мы их не нашли пока мы реально сходили вот весь этот район ногами заходили в каждую дверь и вот вы нам дали потом какой-то молодой человек здесь снял однокомнатным мы там тоже были в этих апартаментах там везде 3 200 3 400 и плюс вода отдельно а сейчас вода подорожала и и все говорят что вот те апартаменты которые тебя интересуют они будут в конце августа в сентябре месяц то есть то есть цена большая но еще и у них нет 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 та цена которая не 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 небольшая они будут вот сентябре а вот сейчас пожалуйста есть две три 400 заезжай тоже же это не меблированное ничего там нет нет ничего не меблированная вот все в одном месте нам встретилась только с телевизорами да телевизор это очень симпатичное место что там берч крик ой так я знаю там родители жили берч крик там зелень и ручей там очень живописно почем там и 245 и плюс за два месяца когда-то за 800 долларов снимают это давно было совсем ну хорошо значит так в итоге это прямо в самом лос-алтес это даже не маунтинью совсем то есть все все самые клевые школы там там лос-алтес хай-скул да и вот риску школа лос-алтовские элементы до теперь значит вы знаете что там еще классно там шопинг есть такой не не удаленный там летом пешком две минуты до сейфы были вот это самый даунтаун лос-алтес это место но мы были в сейфуэй вот который здесь у вас свой есть куда-то там там совсем близко сейфы и вот и сейфы и там еще есть такой магазин трейдерс называется он такой по выше классом немножко трейдерс вот рядом трейдер сам сейфы вот напротив прям на той же стороне улицы но вот еще 100 метров не заметили 100 метров в сторону вдоль вдоль экспресс-вей это если от рейдерс вот хорошо там это можно сказать очень эксклюзивное место там вообще чтобы квартиру снять этого на редкость повезло потому что обычно нет таких домов там там может быть есть такие знаете это медкомплексы там для пожилых людей там есть многоэтажные дома в этом месте но там пешком 10 минут до даунтаун лос-алтес там с этими кафешечками там булочке всякие смотрите не поправьтесь ну что же место хорошее мы цену не сказали да апартамент стоил в итоге 2 700 и в эту цену включена вода и мусор хорошо а вот то что вот я вам письмо давал что вы тут не с улицы вы от нас она сыграла какую-то роль наши на чем сказалось с вас меньше депозит взяли что что там вы знаете не почувствовали это было сказано соберите все документы как-то вот не акцентировали внимание а вот вообще как то вы такие не было такого вот как-то не было но она и так он в общей канве был очень удачно что он хорошо вот что вот письмо с работы с с оффером джок оффером отлично хорошо очень удобно хорошо теперь какие у вас следующие подвиги на повестке дня нам нужно старшую дочь школу определить там она записалась на сайте школы вот сейчас медицинские документы мы поедем в пятницу до завтра прививки какие нет там есть такое место как рода киев конечно вот и вот мы туда поедем это медицинский сервис с утра чтобы до чтобы они вот отметили все что нужно для школы и тогда уже нужно будет договориться о встрече с представителем от школы чтобы уже подъехать и с ней разговаривать ну давайте тогда так подойти а с вами-то но ребенок понятно школу идет там можно на год забыть она занят будет а дальше чего ну вот дальше чего хочется немножко сделать детям каникул съездить на океан покупаться до выхода ну вот машина есть господи каникулы нужно тоже переключиться когда он начинается учебный год я же начинается семнадцать а у него девятнадцатого то есть вы хотите вот на выходные все четверг вот суббота воскресенье пожалуйста приезжайте в санта-крус тут от вас езды там 45 минут к нам на дачу приезжать гулять пойдем я как это знаете лев толстой из песни которые там вы менее ясные поляне любил принимать он гостей к нему приходили славяне и ну там разных мастеров и дать африканцы разных мастей вот вы будете за славян увидели на канале на вашем как наталья квик с инсентом очень хорошие местечко очень уютного судя по всему дача она как ничего не делаешь мы даже еду с собой привозим и там не готовить сейчас счет 40 минут езды хорошо пристроили татьяну номер два пристроили потом а с вами то чего будет со старшими то надо тоже учиться как-то задумалась сразу а вы на кого будете учиться тестировщик неожиданная новость так . дмитрий у нас что делает дмитрий пока учит язык и видимо по этой из-за этого ищет работу какой-то вот по ходу чтобы язык учился и какие-то деньги были да это хорошо так ну это можно отдельно там поговорить к сожалению получается так что люди которые не владеют языком ок оказывается в такой месте где по-английски не говорят я вот абсолютно причем хочу даже сразу сказать потому что я почувствовал не уча язык не уча язык ну конечно самый лучший вариант это все-таки с ним приехать сюда потому что какой бы он не был британский он не был советский английский все что все равно база словарный запас и в итоге все встанет на свои места в голове и человек начинает говорить но так или иначе когда ты думаешь если ты так думаешь что она сама прилипнет она сама пристанет как к ноге там ну что там за год-то за два так я уж вот чувствую что не пристанет и то есть пристан какие-то слова да то есть вот будет было там 500 слов стало 600 грубо или 700 но если ты его не учишь и если ты вот как не в теме в этой либо ты просто вот не выброшен да вот в английскую в американскую компанию где ты общаешься только сами с американскими и ты вынужден из себя что-то вот как-то параллельно смотреть словари чтобы понять перевести условно когда усилия прилагаются да это лучше но просто приложение усилий вне среды не так эффективно как в среде вот я недавно тут вчера буквально у кого-то книжку видел там по английскому и вроде там именно по американскому английскому там еще что-то изнутом диалог человек пришел автомобиль брать брендовку и я смотрю как они разговаривают во-первых довольно довольно искусственный диалог во вторых она все по правилам поймать а в жизни они не говорят по правилам посмотрел поезжайте в москву и посмотрите кто говорит грамотно по-русски понимаете это я думаю что таких и нету они все с какими-то нарушениями поэтому вы можете учить русский по правилам но вас сразу опознают как иностранцы вы говорите не так как все то же самое здесь вот там книжка какой-то диалог диалог по правилам то есть люди так не говорят мало того там слова используются которые но может быть в каком-то штате еще так и говорят но у нас так не говорят то есть у нас это все говорят по другому поэтому ты можешь конечно по книжке по книжке но из жизни надо брать тоже поэтому совместить книжку с жизнью это идеально вот в таком положении я как жертва незнания английского приехал с нулем вот и на месте учил ни одного правила не знаю до сих пор хотя бы говорят что грамотно у вас музыкальный слов уровня медведь на ухо наступил когда мне было года четыре я очень любил петь в садике приходила тетя муз воспитатель и так она руки ставила бум и все дети пели я очень любил петь и она долго меня вычислял ты не мой ты не пой ты не бой значит и когда-то на него поймала значит и дальше она же руки ставила потом вдруг она так пальцем на меня и гид мальчик вот ты не пой и дальше они пели без меня я не понимал то что это обидно я просто хотелось петь вот сейчас они мне говорят вот если что вот дочь там жена горит мальчик ты не пой затыкают вот это не про нас ну не суть не суть когда очень надо так оно и прилипает так хорошо вы пойдете просто поработать но честно говоря мне как-то сомнение одолевает по поводу моего английского языка скажем так меня очень так что я понимаю процентов 30 хотя мне очень хорошо доходит что они хотят сказать по знакам но я понимаю что мне говорят но если меня попросить перевести каждое слово а вот здесь высказаться можете принципиально рассказать о себе рассказать как вы пришли к мысли о том что хотите стать тестером программного обеспечения ну могу наверное так но достаточно привитивно вы нас тест еще не брали дарим находили вам предстоит поэтому вот как только я сашу отправлю немножко порыдаю в подушку а чертать ну как ребенок далеко знаете частушка была в наше время когда вот этот советский союз рассыпался и все разъезжались и была такая частушка надоело жить в рязани водку пить глотая пыль сделай баня обрезание и поедем в израиль вот так что плакать а вы можете еще сколько хочешь детей дорожить могу конечно но наверное не буду